Всем привет, с вами Зонг, миссия 7-2. Мы продолжаем нашу серию прохождения Home Planet. Стало быть, разведка. Задание простое. Следуйте по проложенному маршруту. Смотрите внимательно по сторонам. Увидите спутники шпионы и глушите. Заметите противника, кто жертва. В остальном действуйте по обстоятельствам. Заполняйте. Если я правильно помню, миссия довольно спокойная. И можно немножко порефлексировать. Подумать о текущих событиях. О возможных событиях. Кстати, еще такое сюжетное замечание. В заставке сюжетной было сказано, что Троиден был самым малочисленным кланом Трои. Но если судить по количеству кораблей в их флоте, можно сделать вывод, что он, по-моему, едва ли не больше, чем флот нескольких кланов вместе взятых. Забавно, забавно. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Ну и пока у нас такое затишье можно поговорить о том как в этой игре сделаны сражения больших кораблей О том что я упоминал уже что это самый большой недостаток игры к сожалению да Корабли носители от линейных кораблей отличаются тем что у линейных кораблей есть вот эта вот лазерная установка Такая неподвижно закрепленная спереди пушка которая стреляет лазерным лучом Так вот выстрелу этого луча как правило хватает одного попадания чтобы уничтожить другой корабль противника И практически неважно какого размера бронирование мощности будет тот другой корабль противника То есть если поставить друг против друга два корабля один побольше другой поменьше но оба с лазерными установками если не выстрелят одновременно они просто уничтожат друг друга Ну еще один спутник появился То есть никакой интриги какой-то зрелищности что вот сражение двух больших кораблей обменивающихся ударами Если например вы играли в такую игру как Free Space Ну это некий талон аркадный конечно там нет такой физики Но то как там показаны сражения больших кораблей даже если они не очень А как это сказать реалистичны Сейчас сейчас только спутник Вот даже может быть они там не слишком правдоподобны Хотя это еще кто его знает это же научная фантастика там В принципе тот же гиперпространство прыжки кораблей Практически то же самое что мы видим здесь Но там это зрелищно продолжительно интригующе как бы А здесь Насколько мне рассказали На этот счет почему так оно было сделано Просто потому что этот момент в игре не успели продумать На него не осталось времени и ресурсов Или еще почему-то Короче его сделали просто натяп-ляп лишь бы было Это просто ужасно Я не хочу сказать что именно это Например как-то Та причина которая не сделала игру широко популярной Вовсе нет Но зрелищности и интересности Игра очень много потеряла из-за этого В будущем особенно ближе к концу игры Когда будут вот эти всякие сражения многочисленные больших кораблей Они будут чем-то похожи на Я даже не знаю с чем сравнить Может быть Эти Дуэли На Диком Западе Между двух стрелков Кто выстрелит первым Побавдет или промахнется В сравнении Дико хромает Но другого просто в голову не приходит Дельта Далековато оттуда лететь Опа Инферно Привет Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Говорят теоретически Если очень долго разгоняться На этих двигателях То можно достичь скорости света Погонисты конечно знают Что это невозможно Но некоторые люди пробовали И кажется Они могли достичь Приблизительной скорости света То есть конечно не такой Не самой ее Но типа что-то близко к ней Но там по-моему Очень долго пришлось разгоняться И стратить по-моему Все топливо Которое возможно Залить в эти корабли Если конечно включить Бесконечное топливо Опять же все равно Это неиграбельно Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот. Конечно, это может быть голос не нашего героя, но максимально близкий за всю игру, которой мог быть. Ну а в какой беде лютер, узнаете в следующих сериях.